всем привет сегодня я буду готовить вот такие замечательные котлеты из икры речной рыбы в первую очередь мы занимаемся икрой любая икра речной рыбы у меня икра белого амура можно взять и карасика и сазанчика в общем все что у вас есть может быть вы сами ловите какая икра попадется любая подойдет убираем вот эти все некрасивые места плюночки разрезаем и освобождаем далее нам понадобится 1 луковичка ее нужно измельчить либо в блендере либо на мясорубке или на терке как удобно добавляем в игру добавляем пары и добавляем соль и черный перчик это все берется по вкусу по желанию можно добавить любые приправы которые подходят к рыбе не обязательно именно по желанию по вкусу все мы это перемешиваем и теперь потихонечку добавляем муку у меня цельнозерновая можно обычную брать лучше не всю сразу так постепенно чтобы удобнее было вымешивать и меньше образовывалась комочек разогреваем сковородку с растительным маслом масла наливайте достаточно чтобы донышко было закрыто вот посмотрите какая консистенция должна получиться я оставлю под видео весь список ингредиентов но на консистенцию все равно нужно ориентироваться потому что игра разная и яйца бывают разного размера да и мука разная когда масло прогрелось выкладываем первую котлетку наш кстати кто готовит первый раз очень советую сделать один пробный вот одну штучку пожарили попробовали на соль если все хорошо жарим все остальное одно пожарили попробовали можно готовить все остальные каждый раз икру перемешивайте чтобы она была всегда однородный жарим котлетки на небольшом огне переворачиваем когда вот эта поверхность уже тоже стала видите такой поджаристой икра уже не будет вытекать в этот момент уже можно перевернуть спокойненько и обязательно накрываем крышкой доводим до готовности вторая сторона тоже должна зарумяниться первая партия готова мы ее снимаем все перемешали и продолжаем дальше готовить точно также пережариваем все котлетки вот такие замечательные котлетки у меня получились очень вкусные полезные и сытные вот посмотрите какие они получаются каждую икринку видно очень вкусно но кто знает кто готовил я думаю понимают о чем речь если не знаете возьмите на вооружение это действительно очень вкусно всем спасибо приятного аппетита пока пока